Несколько бутылок воды, с десяток пачек чипсов и упаковок шоколада, банка для денег и табличка с правилами оплаты. Магазин без продавца готов к работе. Авторы социального эксперимента расходятся по точкам наблюдения. Сейчас остается только скрытый микрофон, если так можно сказать. И, соответственно, будем смотреть на реакцию людей. Думаю, можно начинать. Цель эксперимента – понять, заплатят омичи или просто возьмут бесхозный товар, так как продавца нет, ставка на добросовестность покупателей. В морально-нравственных качествах среднестатистического омского покупателя усомнились сами горожане. Эксперимент омских блогеров на голубом огоньке уже третий по счету. Анонсируя проект, авторы проводят опрос. Результат не внушает оптимизма. Две трети проголосовавших уверены – посетители будут воровать либо товар, либо деньги. К мнению большинства интернет-пользователей присоединяются и прохожие. Мне кажется, будут воровать. Почему? Без супертовца. Люди же ходят без постоянного места жительства. По-любому так и будет. Мне это кажется. Но омичи ошиблись. За время социального эксперимента авторы проекта ни одной кражи не зафиксировали. Впрочем, может потому, что люди ждали подвоха и были уверены, что за товаром все-таки следят. В принципе, к такой форме торговли многие отнеслись с недоверием. Психотерапевт Дмитрий Четверяков уверен – это скоро пройдет. Новые тренды всегда воспринимают в штыки. Нужно время на адаптацию. В каждом новом явлении, социальном явлении, экономическом явлении, каком угодно, люди всегда ждут подвоха. Где меня обмануть? Но когда человек приобретает опыт в любой ситуации, он уже оценивает объективно свои возможности, все плюсы, все минусы. Это нормальная реакция на новое явление. Психотерапевт Дмитрий Четверяков уверен – новые магазины без продавцов очень скоро вытеснят академическую торговлю. Новый формат набирает обороты в городах России, выгоден предпринимателям. Речь идет о крупных гипермаркетах, в которых устанавливают терминалы самообслуживания. Оплата банковскими картами провоцирует людей тратить больше денег – такова психология человека. Боль от утраты виртуальных сумм ощущается меньше, нежели от расставания с наличностью. Так что тем, кто хочет начать экономить, специалисты советуют платить за товары живыми деньгами. Впрочем, это не единственный плюс для бизнеса в торговле без продавца, рассказывает предприниматель Арсен Пономарев. Для ритейлеров плюс большой в том, что меньше персонала, соответственно, меньше расходов. Это первое. Второе – отсутствие очередей. Кстати, в Омске такой способ торговли тоже может прижиться. Во всяком случае, планы у ритейлеров уже имеются. В следующем году опыт продаж без кассира опробуют в ряде омских гипермаркетов. Впрочем, далеко не всех устраивает такой формат. Специалисты уверяют, нельзя забывать и о социальной функции магазинов. Нередко покупатели приходят не только за товарами, но и в том числе за общением. Кто-то интересуется у продавцов о свежести продуктов, кому-то нравится конкретный человек и его манера обслуживания. Другие же просто считают, что помощь кассира экономит время. Нет, не нужно. Почему? Ну, потому что хочется живого общения. Вот же бывают моменты, когда тебе что-то нужно, ты найти не можешь. Тем более, когда быстро нужно, и ты найти не можешь. И когда видишь ребят, которые там иногда появляются, то это гораздо проще. Тем временем, общемировые тенденции говорят об обратном. Большинство сфер экономики охватывает цифровизация. И те функции, которые можно доверить компьютеру, должны быть автоматизированы. По прогнозам аналитиков, уже через 10 лет одна из самых востребованных профессий – продавец – канет в лету. Ее заменят цифровые сервисы. Экономист Евгений Капогузов прогнозирует, в долгосрочной перспективе цифровизация – несомненный плюс. Однако на начальном этапе эти процессы не сулят населению ничего хорошего – рост безработицы и снижение доходов. В первоначальном этапе, конечно, список безработицы – это необходимость зубозатрат на перерабочение и привлеклификацию. Не все это могут сделать, не все готовы адаптироваться к этой ситуации. С учетом нашей ситуации в целом по стороне доходов населения, несмотря на то, что у нас избыток ликвидности якобы где-то, то есть они лучше не становятся. Поэтому, конечно, это очень непросто отразится на текущих доходах. Но особенно низкодоходных крупных населений. Пока говорить о глобальном переходе омской экономики на торговлю без кассиров слишком рано. Попытки крупных гипермаркетов наладить работу с кассами самообслуживания в Омске три года назад провалились. Впрочем, эксперимент блогеров показал, что перспективы у новой формы торговли все-таки имеются. Своего покупателя магазин без продавца обязательно найдет. Даже если это совершенно случайный прохожий. Необычно просто для всех людей, наверное. Просто мы сильно пить хотели, поэтому мы обратили на это внимание. А так удобно, что подошел к залу. Но это на совести каждого человека. Кто-то может деньги заплатить те же, а кто-то нет, возьмет и пойдет. Мы, например, положили, что написано. В целом, результатами эксперимента блогеры довольны. Совесть у амичей есть. Жители города люди честные и на чужое не зарятся. Даже несмотря на скромные доходы. Кстати, это тема следующего социального опыта. Раздавать деньги тем, кому они нужны. Идея проста – обустроить прямо на остановках доски с приклеенными на скотч монетками. Тем, кому в данный момент необходима наличка, смогут подойти и взять нужную сумму. Правда, здесь авторы эксперимента будут уже выявлять не тех, кто не чист на руку. Проверка затронет чувство меры и меркантильность.